Здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман, вы на канале Камарачи, мы продолжаем играть в реальную рыбалку. Сразу бы хотелось бы извиниться, что не было серии уже несколько дней, по-моему уже даже четвертый день пошел, но времени реально было вообще просто в обрез, даже не было правды снять. Ничего, мы в этой серии, кто не захочет смотреть, говорю сразу, мы будем ловить канального Сомика на локации Рыбхоз, и если кому-то это не интересно или не интересует, то есть такая ловля, то как бы прошу, дальше можете не смотреть. А для всех остальных, кто остался, непосредственно будем ловить здесь Сомика и смотреть. Не понял, вот это мне вообще не понравилось. Какой-то косяк. Ой, вот серия никогда нормально не может начаться при манке. Секунду. Продолжаем, ребята, закупил я опять этот воблер, я не знаю, что так залагало, правда, какая-то бредятина. До этого не было таких косяков, таких пролагов, но пролаг, извините меня, на три косаря денег пролаг, нифига себе. Это серьезный пролаг, так-то по сути дела. Ну ладно, ну ладно, играем дальше. Что хотелось бы сказать первое, что уже неплохо накопил денег, там не видно, но уже около 150, по-моему, тысяч есть. Но это очень мало для наших целей, для Аропаймы, которую я хочу половить. То есть, поэтому надо стараться больше. Но стараться времени, правда, нет. Я не знаю, что-то как-то, как-то пипец по времени, серьезно, ребята. Но будем, как бы, довольствоваться тем, что есть. Пока серия будет, как бы, такая. Ну, я считаю, это тоже уже хотя бы неплохо, когда серии выходят. Когда их вообще нет, это, конечно, вообще хуже всего. Так вот, во, надо кидать в разные места. Я помню, что мне писали, здесь я ловить можно и на зелень, и на горошек, и еще там на что-то. Но пока что нет удочки нормальной, чтобы ловить нормальную рыбу. Поэтому будем, так сказать, ловить вот этой вот удочкой пока одной, и пока зарабатывать деньги на одной снасти. На вторую у нас пока денег нет. Не, ну мы, конечно, можем 150 тысяч растратить, купить удочку где-то на 70 килограмм, и ей ловить рыбу. Но, нет, я считаю, это как бы, то что за фигня, не помню, что с мышкой. Новая мышка, блин, и нифига. Я думаю, это не стоит таких денег, таких растрат. И поэтому, естественно, стоит подкопить денег, но там получается по 100 тысяч на каждый предмет. То есть, 100 тысяч на удочку, 100 тысяч на леску, 100 тысяч на, дай бог памяти, как его, на катушку. Все стоит 100 тысяч, то есть, как бы, даже может быть немножечко больше. То есть, поэтому, или даже 200 тысяч, по-моему. Ну, 200 тысяч это вообще, конечно, трэш. Это очень много по деньгам. Секунду. Ребят, ну, что могу сказать. Позвонил телефон, и, как бы, порвал я леску нечаянно на своей удочке. И мы опять улетаем с вами в минус по деньгам. Мы даже сейчас... А, нет событий. Мы даже сейчас с вами ни черта не зарабатываем. Потому что я просрал 6 тысяч рублей просто в никуда. Только на из-за того, что я порвал наживку. О, леску наживку. Уже голова не варит. Просто ужас. Я не знаю, какая-то серия получается такая, знаете, хрен пойми какая. Два раза порвал леску, потерял этот воблер. Вот, правда, вот кто ловит на спиннинг, на воблеры, ни в коем случае не дотягивайте до красного. Вообще, лучше на середине желтого отпустить ее, и пусть она уходит вниз. Не дай бог порвать, если тем более воблер дорогой. Потому что на начальном этапе это будет, это может вызвать катастрофу по деньгам. И вы скатитесь до первых удочек, особенно если вы в пароле все бабки, и у вас ни черта нету. И вы будете что-то импровизировать. Но это вообще, как бы, не круто совершенно. По поводу турниров, по поводу онлайн турниров. Кто-то писал, пока онлайн турниры играть не будем. Я вообще не знаю даже, с какого момента допустят играть в онлайн турниры. То есть, с какого разряда. Или уже допускают, я правда не знаю пока. Но, как бы, в будущем есть планы, естественно, поиграть онлайн туры. И не один онлайн тур. И не забываем цель 20-й разряд. То есть, постараемся дойти. Вот. Поэтому с онлайн турами, как бы, разберемся. Еще потом все посмотрим. И почему-то у меня слетает бандикам, когда я включаю нет. Вот это вот еще есть какая-то проблема. Я в ней еще пока не разобрался. Но это грех винды 10. Я не знаю. У меня на 7-ке, на компе, на домашнем вообще ничего не слетает. На ноуте винда 10-ка стоит. И с ней куча проблем. Переустанавливать я как-то пока, я не знаю, не решаюсь. Уже много понатыкал сюда программу, много чего. И как-то я не решаюсь, правда, переустанавливать ее. А так бы, конечно, неплохо было бы, наверное, на 7-ку ее перекинуть. И забыть за десятку, как за страшный сон. У кого не было никогда десятки, кто хочет перейти на этот Windows. Ребята, я вам, наверное, скажу вот чисто по-дружески сразу. Эта винда хрень. Полная хрень. Если у вас есть возможность поставить 7-ку, ставьте 7-ку и не думайте ни о чем. 7-ка это must have. Но еще, насколько я знаю, мне говорили, что типа 8-ка, там какая-то версия специальная игровая есть, с которой там вырезано практически все. Или наоборот пофикшено все, что она очень мало, короче, тянет на себя ресурсы компьютера. Не знаю, насколько это правда, даже меньше, чем 7-ка. Может быть, это брехня. Может быть, это правда. Я серьезно не знаю. Кто знает, кто лучше разбирается, можете написать в комментах. Но я вот чисто от себя могу порекомендовать 7-ку, потому что на ней я проработал около, ну, наверное, 7 лет. Я на ней проработал, если не больше. И она у меня как бы, фу, на компе ни разу, наверное, больше, чем 7. Ни разу не слетала. Ни разу. Я до сих пор со старой виндой. Она у меня замусорена и все дела. Ну, как замусорена? Я, конечно, чищу регулярно, за компьютером сижу, но просто вы никуда не денетесь от мусора, который накапливается с установкой всяких файлов и так далее. То есть, в любом случае, переустановка винды как бы поможет решить там многие проблемы. Она у меня сейчас уже близится к тому, чтобы слететь. Какие-то косяки там на винде есть, еще что-то. Ну, вот такая вот фигня. Но она работает сейчас, на данный момент, очень хорошо. Она справляется со всеми своими задачами. И даже через столько лет. Поэтому, ребята, кто... Ой, кто? Точнее, у кого есть выбор, выбирайте 7 или 8, 10 в жопу. Хреновая винда. Ну, как по мне так. Мое личное мнение. Как бы, может быть, если я чего-то не понимаю, или вы знаете лучше, чем я, то прошу, как бы, все свое мнение можете отражать в комментариях. Я никому ничего не запрещаю. Все в этом плане нормально. Итак, давайте, наверное... Хотя нет, в конце видео мы посмотрим с вами по деньгам. Мне еще говорили, что надо кидать вот здесь. Типа, близко к этому. Ну, близко от берега, чтобы... Получается, можно было легко вытащить рыбу. И далеко не надо тащить. Ну, не знаю, тот ли этот случай или не тот. Ну, давайте вот. Уже поклевочка. Наверное, все-таки это один из тех случаев, что вот сюда... Ой, надо... Тут есть вот эта вот фишка в этой рыбалке, что вот надо несколько раз поклацать, чтобы рыба сама подплыла. Тоже вот такой мини-такой баг, мини-лайфхак, фишечка. Вот это вот есть. Такое... О, вот этот вот хороший, наверное, килограмм на 14 клюет. Вот и так несколько раз поклацали, все, притянули. Вух, вообще кайф. Надеюсь, хотя бы 6000 мы с вами отбили, потому что жалко будет уйти в минус в этой серии. При том, при всем, что как бы времени мало на ловлю. Те... Кстати, вот те люди, которые пишут в комментах, сиди туда, полови то, там, сделай то, давай то, давай это. Ребят, правда, на все нужно время. Если играть в оффлайн, в рыбалку, это огромная куча времени. Правда. Это вот сидеть, вот даже вот здесь заработать бабок, это надо сидеть несколько часов, наверное, часов в 10 реального времени и просто тупо долбить вот канального сумика, ловить рыбу. Если я не прав, напишите в комментах. Вот кто меньше, то есть наловит, когда вы купили спинку, у вас деньги по нулям, чтобы вы наловили бабок, ну давайте вот 200 тысяч, да, вот сколько надо просидеть времени. Ну, ладно, может быть, конечно, 10 часов я маханул, но мне кажется, что посидеть часиков, наверное, 5-6 придется вот точно. Поэтому, ребят, пока нет времени вообще. Вот я за все это время, пока вот я не снимал, то есть не выходили какие-то видосы, я даже 1,6 не поснимал. То есть, знаете как, то есть наперед, на апрель, потому что вообще не было реально времени. Такие вот делишки, делишки. Но, по крайней мере, в 1,6 могу сказать, что в принципе дело идет. На данный момент уже есть 5 серий. По ней в планах серий 20 на весь месяц сделать, пока меня не будет. может даже чуть-чуть побольше сделать серий, чтобы немножечко с запасом было, потому что, когда приеду домой, меня там загрузят конкретно работа, и у меня, возможно, по съему несколько дней не будет времени. Так что, как бы, придется, сами понимаете, да, что немножечко потерпеть, чтобы потом я вошел в новое русло. До этого, я надеюсь, мы закончим реальную рыбалку этот проект, и, может быть, начнем какой-то новый другой. Есть, я говорил, что на андроиде есть несколько проектов, сейчас я нашел офигенные андроидовские проекты, которые, как я считаю, прикольные, можно на них потратить несколько серий, поэтому будем, как бы, еще андроидовские снимать много рыбалок, тем более, эмулятор сейчас работает исправно и нормально, есть возможность. Вот так вот. Еще сейчас проверим, что у нас по деньгам получилось, может быть, мы еще и бабок с вами срубили, может и нет, может и не срубили, что по логам, по логам мне плохо, вот у таких бы, да, вот ловить вот такие вот экземпляры по 50 опыта, вообще, было бы неплохо. Кстати, если еще я вне видео играю, и чтоб у вас не возникало подозрений, что я, типа, взламываю там потихоньку игру, может быть, у кого-то какие-то подозрения, а, ну, хотел сказать, смотрите на опыт, ты на разряд, то есть, как бы прибавляется. Ну, люди, которые, может быть, чересчур грамотны, скажут, он опыт взламывает, и взламывает разряд тоже, ну, короче, ладно, нет у меня алиби, я не знаю. Могу, конечно, снимать немые сюжеты, так сказать, но это будет смотреть, никому не интересно. Есть неплохие каналы на YouTube, вот даже от себя лично могу сказать, которые снимают, ой, сейчас, секунду, прошу прощения, усядусь, которые снимают рыбалку, в том числе и реальную, но снимают немые, немые видео, и, то есть, там не музыки, ничего нету, а ролики, в принципе, информативные, как ловить ту или иную рыбу, или еще что-то, ну, там видно, как бы, где какая наживка, куда он кидает, но немножечко бы порассказывать, и люди бы смотрели, почему бы нет, ну, видно, либо нет возможности говорить, либо еще что-то, но иногда, вот когда-то по русской рыбалке, 3,7, если не ошибаюсь, был мужичок, он снимал, как он ловил рекорды, точнее, трофеи, он снимал, как он ловит трофеи различные, снимал различные сложные турниры, на различных базах, которые делать было очень тяжело, я смотрел его видосы, там немые видео, ничего, как бы, такого не было, только звуки, но я смотрел его видосы, у него было много видео, и он снимал каждый день, как бы, ну, ладно, вру, не каждый день, там, раз там, в два дня выкладывал, но это было круто, это было круто, когда, он там, допустим, вот так вот снимает, у него стоит вот так поплавок, и потом так, видео, типа, переворачивается, склейка, и написано, через там час, он час реального времени, к примеру, ждал, или там, два часа, вот, вот, вот такие вот у него штуки были, ну, то есть, понимаете, да, вот, прям, мужик офигенно снимал, давайте так выйдем, но не мой сюжет, не мой, конечно, это плохо, так, продаем рыбку, 16300, мы заработали, да, вот, кстати, за 15 минут, сейчас вот многие скажут, вот, ты говорил, 10 часов сидеть, типа, вот, ты же глянь, сколько наловил, не всегда он так ловится, не всегда он так льет, если вот так вот вам сказать, и хочу сказать, что ночью, ночью, канальный сомик не клюет, или клюет очень редко, прям пипец, как редко, ну, по крайней мере, у меня, и кто еще знает, у нас вот река, мокша, вот, через несколько видосов откроется, поэтому, если что знаете, можете, как бы, насчет этой реки, что-то посоветовать, что-то можно поймать отдельно, или придется, сидеть на рыбхозе, до отсечки, и ловить, вообще, локаций очень много, появилось, с моего, последнего, захода сюда, еще можно и свою базу построить, то есть, все очень интересно, ну, ладно, всем огромное спасибо, за просмотр, дорогие друзья, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео, то непременно поделитесь им со своими друзьями, и всем до скорых встреч, пока-пока.